у нас распаковочка байер это соковыжималка шнековый будем теперь жать соки все плотно запаковано это уже инструкция и какая-то так поехали электроблок в принципе вот два стаканчика один они разные видишь что то есть этот отходы этот стаканчик подсох ай пойдет у меня мирные вот они с двух сторон я хотела у меня есть соковыжималка хорошие мы очень отвозим родители она гигантская до бабушки отвозим потому что нам вы дома столько соков не жмем она много жмёт и мы решили поменять себе сделать так чтобы на столе у нас мало стояла вот потому что эти стаканы убрал а вот это осталось а там вот она огромное числе и покажу да вот два стаканчика видишь сок здесь не знаю правда что куда все правильно ты вот а видишь для чего а это уже и это вытекает блин вот так вот падает а это с напором я переворота перевороту яблока даже ты яблоки переворачиваем выбирали и получается что этой при такой мощности у единственную кого помещается целиковое яблоко потому что у остальных нужно резать яблоко продавка в принципе она мне встала здесь по высоте то есть целое яблоко сюда можно положить а в других нельзя положить целое яблоко вот там вот такие вот отверстия то есть такого формата у других фирм а это байер фирма надежная все здесь капитально вот смотрите ножик такой здесь на я единственное мы еще рассматривали но и в россии нету это хаоуэй нам нравилось там хороший фильтр но в россии у нас нет покажу потом аналоги которые мы смотрели чтобы вы сравнили что еще подобное можно купить ну сейчас перемоем все и попробуем жать сок сорцевину мы все-таки удалили начинаем ты видел что он вот это вот вот опа и так да вот открываем 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 Прозрачненько, так стекается, красиво капает, красиво работает, вот такие колбаски, по сравнению с той, конечно, тихо работает, но здесь и мощность маленькая. Продолжение следует... Продолжение следует... Протолкни, у тебя же толкушка. Не, там не будет толкать, я просто... Вот толкушка же. Продолжение следует... Вот... Всё? Поэтому она просто таким длинным, видишь, как, не знаю, как шляп не рассказала. Да. Морковку? Угу. Сюда же морковка? Да. 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 Я вручную морковку... Хочешь, смесь сделать? Да. Морковка пошла. А это я... Сейчас... Солн влево. Пуста что-то будет. Не лезет. Не лезет сколько? Не лезет сколько? Ну, в туберку не лезет, если сколько. Вот так вот у нас. Ну, тоже не хорошо. Полезно. Всё отлично. Всё жёстко. Попробуем. Ну, быстро мы достаточно. Допустим. Допустим. Докапала? Нет, там еще пюре мало. По-тиханечке до тюма. Не забирай. Я думаю, что вот как раз накопит все. Зачем? Брось. Все, уже ничего не выходит. Тебе хочется им прочитать, чтобы свеклым обучили? Вот как раз крышечка нужна, видишь, потому что убираешь и ничего не стекает, все равно там по капельке что-нибудь капает. Так, вот сколько у нас сока получилось, в принципе, жмых. Все было верненько. Ну, я бы сказала, что он нормальный, сухостью, ну, то есть... Из той, конечно, у нас было суше, но та, извините, центробежная и более промышленная, и мощность у нее, да, вот, нормальный. Я из этого сейчас это все перетушу, будет у нас паста такая. Да? Я молчу. Слушайте, ее так хорошо мыть. Тут вот эти сетки мелкие, я их промыл, в принципе, проточной водой не применяю даже терки, ну, какой-то щетки. потому что предыдущие мытье для меня доставляло... Да, там жмых, конечно, сухой, но чтобы все это было, это, во-первых, цена другая, во-вторых, мытье это еще та тема, когда совсем мелкие вот эти вот отверстия, их очень тяжело мыть. поэтому я очень довольна. Единственное, что вот здесь вот мне пришлось зубочисткой, там застревала, так подвинуть, и проточной водой я все промыла. То есть это прям плюс. Плюс в корзинку, но у них нету крышечек, у меня есть такие вот икеевские, сейчас, по-моему, на Яндекс.Маркет еще их можно купить, вот такие вот штучки. Ну, потому что все-таки вот я сейчас не буду готовить, да, чтобы у меня окислялось яблоки, хотя они уже вон потемнели. Но все равно, в общем, там, чтобы пару часов хоть постоял, сейчас в холодильник поставлю и перетушу из этого уже сделаю, ну, типа овощного что-нибудь, заливки, пасты. Посмотрим, помидорки может добавить туда. В общем, будет вкусняшка. Значит, вчера протестировали виноградный. Сок выжимать, в общем, забивается вот здесь. И, соответственно, не выходит жимых, не может выйти. И, ну, уже, получается, нужно сначала прочистить. В общем, мы попробовали. Во-первых, получается какая-то кашица, а не сок виноградный. Поэтому вот виноград все-таки, знаете, кто-то мечтает все время что-то попроще для этого найти, но виноград у вас не очень хорошо будет получаться в шнековой соковыжималке. Угу. Очень хороший. Соковыжималка уехала к маме. Ей есть с чем сравнить. Она в восторге от нашей соковыжималки. У нас была Philips. Она действительно очень хорошо выжимает и очень надежная. И основной сок у нас выжимается именно там. Поэтому мы приняли решение, что нам компактную, а им профессиональную. Всем пока. Это Таня Матань. Надеюсь, мой обзор был для вас полезен. Наразан. Их р 있지 не имея. Нет.